МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цитата. Пишут авторы статьи. Новые подробности теперь могут поставить в крайне неудобное положение президента США. Ранее в ходе объяснения заверившего, коммуникации американцев оставались неприкосновенными. Как бы то ни было, теперь парламентарии всерьез задумались над ужесточением пакета поправок, призванного пресечь вольницу для АНБ, подытоживает Гардиан. Япония положила конец многолетнему запрету на экспорт оружия. Под таким заголовком Нью-Йорк Таймс пишет об еще одном шаге правительства Синзо Абе в сторону от послевоенного пацифизма. С конца 60-х годов прошлого века Токио придерживалось добровольного ограничения на экспорт вооружения. Теперь большая часть этих запретов снята. Цитата. Япония реагирует на меняющееся соотношение сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обусловленное относительным ослаблением американского господства и резким наращиванием китайской военной мощи. Одним из ответов Японии стало формирование военных связей с такими государствами, как Австралия и Индия, кроме традиционных связей с США. Отказ от запрета на экспорт также облегчит Японии оказание военной помощи менее развитым странам Юго-Восточной Азии, Филиппины, Вьетнам и Индонезии, что позволит им отреагировать на претензии Китая на оспариваемые территории в Южно-Китайском море, приводит издание мнения аналитиков, которые, впрочем, добавляют, снятие ограничений может открыть путь для поставок, скажем, дизельных торпедных лодок японского производства в Австралию или гидропланов в Индию. Вместе с тем, теперь внимание приковано к следующему шагу премьера Абе, который намерен приступить к изменению Конституции, во многом все еще содержащей пацифистские нормы. Цитата. Аналитики говорят, отказ от этих принципов отчасти имел целью открытия новых рынков для японских оборонных предприятий, но Абе, в конце концов, принял решение достичь более значимой стратегической цели – увеличить влияние Японии в регионе, заключает Нью-Йорк Таймс. Саудовская Аравия новым законом объявила всех атеистов террористами. Журналист британско-индепендент Адам Уитнелл рассказывает о новом пакете законодательных мер, носящем, как объясняется, исключительно антитеррористический характер. Цитата. Первая статья новых законов определяет терроризм как призыв к атеистическому мышлению в любой форме, либо как попытку поставить под вопрос основные принципы исламской религии, которые лежат в основе государства. Эти законы разбивают все надежды на то, что король Абдалла намерен дать место мирному инакомыслию или независимым группам, восклицает Адам Уитнелл. Под прицел национального законодательства наряду с атеистами попали также любые сторонники политического инакомыслия, правозащитники и диссиденты. Все они, как уверены в стане короля Абдуллы, способны нанести вред общественному порядку. Эксперты отмечают, законодательные ужесточения случились сразу после активного возвращения в страну граждан, участвовавших в гражданской войне в Сирии и получивших опыт, впечатление и представление о свержении монархии. Любопытной мыслью завершает материал «Индепендент». И еще один материал этого издания, но уже вполне неформальный, отсылает всех к прошедшему недавно «Дню дурака». В рамках пост первоапрельского эхо газета подводит итоги розыгрышей, вышедших в массовой печати Британии. На последнем месте заметка таблоида «Сан» о королеве Елизавете, которая разрешила добывать нефть и газ методом фрейкинга прямо на территории Букингемского дворца. Сразу две новости в рейкинге, посвященные попыткам Шотландии обрести независимость. Или вот еще цитата. Британское правительство запретит селфи, автопортреты на мобильник, пишет газета «Метро». А Ким Чен Ын запретил мальчиковой группе «Ван Дирекшн» посещать Северную Корею, пока музыканты не подстригутся в его стиле. Это уже цитата из «Миррор». Он также проведет телеконкурс, из победителей которого создадут корейский ответ супергруппе «Индирекшн» иронизирует на шутниками издания. Но еще из «Нелепого» и «Первопрельского». Как это ни странно, но резонанс вызвал материал о курицах, несущих квадратные яйца. Интервью фермера «Новатор» одному из локальных телеканалов наделало много шума. А все потому, что селекционер заверил, такие яйца удобно есть, а сэндвичи делать с яичницей еще проще, предлагает хоть иногда быть несерьезными «Индепендент». Субтитры создавал DimaTorzok